Я стараюсь немножко покороче, чем предыдущие. Я напомню, вот эту схему отсюда ушла нацецепция как отдельная единица. Хроническая боль – это когда страдание, в общем-то, является основным компонентом, и это именно то, что приводит людей к врачу. Эти, в общем-то, состояния, как правило, ассоциированы с депрессией, и по оценкам различных центров это может быть от 30 до 100% случаев. А если есть депрессия, то тогда хроническая боль выявляется примерно в половине случаев. Опять-таки, вот эти компоненты боли, которые состоят из перцепции чувства и эмоций, вот в этом случае при хронической боли чувства и эмоции, они начинают являться наиболее важным модулятором всего того, что будет происходить с нашими пациентами. Опять напомню вот эту многофакторную модель боли, которая интегрирует механизмы и то, чего мы ждем, что мы можем увидеть у нашего пациента с хронической болью. И вот это еще одна модель многофакторная, которая была, собственно, построена французским альгологом, который погиб в 2015 году, к сожалению, он работал в Париже. В общем-то, он выделил три генерирующих механизма. Мы знаем эти механизмы, собственно, это нейропатия, нацецепция и психогенез, субъективный опыт, который будет интегрировать перцепцию чувства и эмоций и который будет проявляться в проявлениях моторных, вербальных, нейрофизиологических. На все это будут влиять модифицирующие факторы, такие как окружающая среда, время суток, культурные какие-то факторы, семья и так далее, работа. И вот эта схема, она позволила выделить в той же Франции специалистов, которые отдельно будут заниматься моторным составляющим в хронической боли, которые будут учить разговаривать пациентов, это, как правило, психологи, мы об этом сейчас поговорим, я покажу. Ну, анестезиолог здесь, он как бы уходит, к сожалению, на второй план, но это постепенно меняется. Хроническая боль наиболее, как я сказал, частый повод обращения к врачу и ее превалентности очень сложно оценить, потому что, чтобы понять, сколько в популяции имеется людей с хронической болью, нужно, чтобы была какая-то группа людей, которая живет всю жизнь в одном месте, никуда не двигается, и вот мы начинаем отслеживать и смотреть, что с ними произошло. Такого не бывает, люди уезжают, кто-то приезжает, но встречается вроде как она часто, от 20 до 50% первичных обращений у взрослых. И эта ситуация меняется, потому что мы выявлять это состояние стали намного чаще. Достаточно применить очень простую шкалу выявления хронической боли и применить ее систематически в любом госпитале, и мы обнаружим, в общем-то, интересные результаты. Последние 10-15 лет очень серьезно говорится о генетической предрасположенности, говорится о феномене так называемой кросс-модульной нейропластичности. Это когда, допустим, участок коры, который в принципе не занимается болью, он на себя берет эти функции. Но поскольку внутренних механизмов ограничения нет, то такие участки становятся источниками полного хаоса и могут провоцировать появление хронического болевого синдрома. Совершенно непонятно, как его лечить и что с этим делать. Как я сказал, что три основных типа хронической боли выделяются – нацицептивная, нейропатическая и центральная. И в последнее время опять-таки формируется такой постулат, что хроническая боль – это своего рода аддикция к пациенту, к своей же хронической боли. Эта концепция очень интересная, и в некоторых случаях мы действительно можем это видеть. Когда приходит пациент с хронической болью, мы начинаем им заниматься, и внезапно эта боль исчезла. И тогда он очень несчастным себя чувствует и говорит, а где то, что было раньше, я всю свою жизнь вокруг этого построил, и мне теперь нечего делать в этой жизни. Это может закончиться суицидом. Поэтому существуют различные подходы к началу лечения, и основные точки отправные – это нужно достичь консенсуса с пациентом, что он от нас ждет, и как мы можем ему помочь. Во Франции практикуется такой постулат, что хроническую боль нельзя излечить, но ее можно приручить, дать понять пациенту, что он сам должен научиться управлять своим состоянием, и тогда, если мы сможем с нашей стороны ему чем-то помочь, то тогда все будет у него хорошо. Ну и формирование установки – приемлемая цель лечения. То есть понятно, что иллюзорно думать, что пациент, у которого после инсульта развился центральный болевой синдром, мы его можем сделать таким, как он был до инсульта, без всяких болей, это невозможно. Поэтому нужно работать не только с пациентом, но, наверное, с его родственниками. Ну и исследование Фарара, который занимался вопросом, а какие же критерии улучшения можно получить. В общем-то 30% улучшение от первоначальной ситуации – это считается большим успехом, потому что 95% пациентов почувствуют это улучшение, и они не смогут отрицать, что им стало лучше. Поэтому это как бы должно являться начальной точкой, отправной, когда мы разговариваем с пациентом, как мы ему можем помочь. Шесть компонентов основных лечения хронической боли – фармакологические, интервенционные подходы. На левой части слайда это более инвазивные, на правой менее инвазивные, там, где работают психиатры, психологи и физиотерапевты. И оптимальный результат никогда не возник в следствии какого-то одного метода лечения. Как правило, нужно комбинировать минимум два, и чем больше, тем лучше. Лекарственная терапия не всегда является панацеей, и иногда она не должна начинаться сразу. Можно попробовать какие-то другие, в общем-то, методы. Но, несмотря на это, мы будем о ней говорить, потому что это наиболее частый подход. Как ни парадоксально, исследований вообще нет каких-то серьезных в именно чистой хронической боли, потому что проспективные рандомизированные исследования проводить неэтично просто. Это просто невозможно, поэтому основной опыт приходит из палеотивной медицины, там, где большие серии есть, однородные группы. И мы видим, что, в принципе, такие подходы могут работать. И известно, что подбор терапии у хронического больного – это очень тяжелый и долгий процесс, который может занимать год, например. В зависимости от рекомендаций в различных странах, в общем-то, их нет очень четко обозначенных, они размыты, то есть длится до года. Например, в нашем центре, если в течение года мы не смогли какими-то конвенционными методами решить проблему, тогда мы направим таких пациентов к нейрохирургам, и все может заканчиваться такими тяжелыми операциями, очень серьезными, необратимыми. Но иногда это может и длиться больше года, если мы видим какие-то результаты, которые связаны с ремиссией или ухудшением, и мы предполагаем, что мы еще не контролируем какие-то дополнительные факторы. Вся фармакотерапия делится на анальгетики и адъюванты. Адъювантов их масса, но на самом деле из тех, которые работают, их не так и много. Это альфа-2-агонисты, это те препараты, которые мы знаем. Среди них есть препарат, он со звездочкой указан, тензониидин, это препарат, который одновременно и альфа-2-агонист, и мерилоксан. Антидепрессанты, как правило, это трициклики или ингибиторы захвата серотонина. Тоже совершенно разные есть молекулы, которые в зависимости от разных стран могут по-разному назначаться. Естественно, противоэпилептические препараты, мерилоксанты, кетамин и декстрометрофан – это лекарства, которые против кашля используются, но оно обладает НМД-активностью, и иногда оно очень хорошо помогает. Естественно, местные агенты, которые либо прямую анальгезию вызывают, либо по принципу гейт-контроллер работают. Параформологические агенты, растительные, в том числе производные каннабиса, я не говорю о синтетических каннабиноидах, просто, например, рекреационная каннабля, она сейчас во многих странах прописывается достаточно свободно пациентам, которые страдают болями, но ее механизм, в общем-то, очень сложно оценить и понять, почему это работает, потому что калибровать тот дым, который вдыхает человек, его просто невозможно. Есть новые агенты, например, зиконатид – это производная из слизи моллюска морского, очень ядовитого. Мы знаем, как оно работает, это вещество, оно блокирует кальциевые каналы, оно вводится однократно в спинальное, и, как правило, оно вызывает необратимые изменения, которые в 95% случаев приводят к улучшению. Мамбоин – это новый неопиоидный анальгетик, который где-то в 400 раз мощнее морфина, который должен скоро появиться, его во Франции разрабатывают. Это производная яда мамбы – черная змея из Африки, которая является одной из самых ядовитых в мире змей. Ну и иммунотерапия, за которую недавно Нобелевскую премию вручили, собственно, моноклональные антитела. Есть два препарата на рынке, они используются для лечения мигрений устойчивых, не в острый период, а именно в фазу, когда стандартное лечение начинает сбой давать. Одна инъекция 6 месяцев, например, Иринумаб, он уже есть в Швейцарии, доступен. Второй препарат он доступен в Штатах. Одна инъекция где-то стоит 600 евро, но она позволяет у 80% мигренозных больных снизить в 4 раза частоту кризов, то есть вернуть их, в общем-то, на рабочее место. Интервенционные подходы, они могут играть, это то, чем мы можем заняться, собственно, и занимаемся, имеют несколько целей, вспомогательную и диагностическую. Они бывают реверсивные и нереверсивные. Собственно, инъекции, блокады, катетеры, то, что мы хорошо знаем, что нам делать, в основном вводятся местные анестетики, глюкокортикоиды, адъюванты. Иногда используются очень интересные коктейли, которые, естественно, оффлейбл. Например, синвиск – это препарат гиалуроновой кислоты, который используется для вискосуплементации колена, когда протез вроде рана ставить, а проблема есть. Например, при нацицептивных или комбинированных болях, которые связаны с синдромом запертых нервов, например, после лапароскопических операций, когда между листками фасций защемлено много нервов, можно сделать гидравлическую диссекцию этих фасций, ввести туда синвиск, и этот синвиск будет там находиться очень долгое время. По сути дела, это смазка, как силикон. Это оффлейбл, но он очень хорошо помогает. Имплантированные помпы в случае именно хронических болей – это крайне редкие подходы. Как правило, они в палеотиве используются, когда более-менее известны временные рамки, через сколько умрет наш пациент, потому что там есть свои нюансы, которые очень сложно предотвратить или предсказать. Есть нереверсивные интервенционные методы – это криоабляция, терморадиочастотная химическая деструкция, и тоже этот опыт пришел из палеотивной медицины, и опять-таки очень ограниченная доказательная база. То, что касается продленных блоков, как правило, раньше это все сопровождалось длительной госпитализацией, ставился катетер, туда вводились местные анестетики, клонидин, человеку внутривенно вводились другие препараты, но как-то так получается, что это все работает, оно снимает, естественно, боль, оно вселяет иногда даже ложную надежду, потому что у пациента вроде как все проходит, а через 3-4 дня, неделю, месяц он возвращается домой, и все возвращается. То есть долгосрочные какие-то ауткам, как это сказать, долгосрочные результаты, они, в общем-то, более чем скромные. Это то, что касается именно… то, чем анестезиолог может помочь такому больному. Физическая терапия, реабилитация, она имеет три основных цели. Это восстановление и улучшение, на английском языке называется range of motion, то есть периметра движений. Это может быть движение ходьба или как вилку человек поднимает, как он вообще функционирует. Это кондиционирование, то есть тренируется сила, выдержка и функция, и предупреждение о трофических изменениях в мышцах. Ну и выработка квазициркадных ритмов, то есть установка дается пациенту, что он каждый день должен начинать с этого физического упражнения и так далее, и что без него это будет полная катастрофа. И в принципе это тоже работает, даже если эффективность самого метода как патогенетического очень спорна. Есть некоторые данные, что интенсивные, постоянные кондиционированные движения, тренировки, они могут якобы поднимать уровень эндорфинов. Эти исследования были проведены в основном на больных в интенсивной терапии, где это можно было зарегистрировать. Якобы это может снижать частоту так называемого синдрома постреанимационного, ПИК-синдром или посттравматик-дистресс-синдром, но опять-таки тоже очень спорно, очень маленькие серии. То, что касается остеопатов и манипуляций с позвоночником, но тоже никакой доказательной базы нет, и в общем-то, если это делается человеком, который не понимает, что он делает, можно навредить. Я думаю, такие случаи все слышали, когда костоправы приводили таких пациентов с болями в спине к нейрохирургу. Собственно, психологический метод, который сейчас занимает очень важную роль в европейских странах, это разработка действительно структурированная, структурированная и направленная на конкретную цель, сфокусированная на конкретной проблеме и ограниченная во времени методика. В среднем пациенты приходят на две недели, каждый день он будет ходить на специальные классы, где ему, грубо говоря, будут промывать мозги. Три компонента. Это обучение пациента, работа над его поведением и работа над его познанием, то есть как он должен вообще уметь познавать то, что с ним происходит и какие изменения вокруг происходят. Цель этого всего, чтобы сформировать осознание того, что мыслительная деятельность, то есть сознание человека, влияет на проявление его собственных симптомов и как он может управлять этим. Собственно, вот это принципиальная схема этих расстройств. Не расстройств, а интервенций. Вот это вот первая часть, которая называется… Cognitive Awareness. Ну, наверное, это постоянное наблюдение того, что происходит вокруг человека. Значит, если что-то вдруг случилось, первое, что он должен сделать, это техника релаксации. Нам, в общем-то, это известно. Мы таких видим иногда людей, когда человек начинает делать 10, сделайте 10 глубоких вдохов, да, или там начинают четки перебирать какие-то, там монетку подбрасывать. Я хотел обратить, вернее сказать, по поводу теории Мельзака, вот теории гейт-контроль, когда нам больно, острая боль, мы трем, в общем-то, это рану. Это типичное проявление использования этого механизма. Тоже заболело больше, чем обычно. Люди делают какие-то жесты, эти жесты, как правило, стереотипичные. То есть у него, как правило, у этого пациента уже есть выработанная методика, как он может это сделать. Просто ему нужно помочь понять, что это действительно работает, это не зря. То есть первое, что он должен сделать, он должен успокоиться, оценить, откуда что пришло, и потом решить, он может на это повлиять, он может ли это исправить, он может уйти от этого, либо смириться с этим. Ну и круг замкнулся, в общем-то. Эффективность очень сложно оценить, потому что, допустим, из 100 человек, которые приходят в школу к таким специалистам, наверное, только 20 способны досидеть до конца, потому что люди нетерпеливые, и некоторые просто не способны это понять. Но я думаю, что эта проблема скорее наша, чем у этих пациентов. Далее нейромодуляция, инвазивные методы. Значит, она может быть наружная или внутренняя, периферическая. Как правило, мы говорим в этом случае о ТЭНС через кожные стимуляции. Есть 4 типа. Преимущество одного типа над другим, в общем-то, это индивидуальный подбор. Эта методика работает, но есть очень много факторов различных, которые могут повлиять. Я просто расшифрую несколько вот этих вот ТЭНС. Стандартная – это высокая частота, короткая длительность и низкая интенсивность, ну и так далее. Акупунктура с помощью ТЭНСа или вообще акупунктура может применяться, и так далее. Парадоксы ТЭНСа в том, что, например, люди, которые пьют кофе, у них ТЭНС не работает. Почему так происходит, непонятно. Люди, которые едят сыры определенных сортов, там, где есть триптофан, то есть это те люди, которым нельзя сыры по поводу мигрени есть. У них тоже ТЭНС не будет работать. Почему так происходит, мы это абсолютно не понимаем, не знаем, но имеем в виду. Опять-таки нейромодуляция спинальная – это имплантация электродов. Это применяется как третья линия лечения, все больше и больше. Ну и, собственно, супраспинальная – это глубокая стимуляция мозга. Я не знаю, доктор Алексеевец здесь есть или нет. Вот он, человек, он ушел уже, который занимается в Беларуси, в общем-то, этими вещами. Она считается обратимой методикой, но на самом деле выжигаются достаточно большие объемы мозга вокруг, и иногда эта методика не срабатывает, тогда просто катастрофа. И это приводит нашего, в общем-то, больного к конечному финальному этапу. Это методы нейрохирургической деструкции. Как правило, это необратимые какие-то вмешательства. Это либо истечение источника, гранулемы нерва, диастаз нерва и так далее, или механически необратимое просто разрушение участков мозга, как правило, это цингулярная секция, или сейчас это новое направление, разрушение участков префронтальной коры. Последние исследования нейровизуализации позволили выявить связь между обработкой визуальных каких-то импульсов и зон усиления, в общем-то, боли именно в префронтальной коре. То есть человеку демонстрируют неприятные картинки, в это время ему делают, в общем-то, функциональную EMR, и те участки, которые больше всего светятся, это потенциальные участки для разрушения, в общем-то, открытым методом. Разрушается, как правило, минимум 15, максимум 30% объема найденного участка. Ну, результаты, в общем-то, странные, потому что, поскольку эта интервенция направлена на удаление, в общем-то, эмоциональной составляющей, то есть на самом деле непонятно, больного у пациента нету боли или у него нету просто ему все равно. Это очень сложно подвести пациента, очень сложно к этому решению этически, как правило, это занимает очень долгое время, потому что этический комитет, который собирается, там не только врачи входят, но пользователь называется комитет д'юзажер на французском, то есть это люди, которые вообще ничего общего с медициной не имеют. И задача человека, который приводит пациента к такому решению, объяснить всем, чтобы все четко поняли, что будет, и что действительно ему это поможет. Это очень непросто. Это алгоритм универсальный достаточно, на основании которого разработаны различные рекомендации, которые могут разниться от стране к стране и так далее, по лечению именно ноцицептивной боли. Я не буду тут распространяться про какие-то лекарства, я просто хочу указать, ацетаминофен – это АЦАФ, ИПП – это ингибитор протонные помпы, значит, видите, здесь опиоиды появляются на предпоследнем месте. Это очень важно, потому что в тех же Соединенных Штатах опиоиды, мы говорим сейчас о опиоидной эпидемии, в общем-то около 4 миллионов пациентов принимают опиоиды дома без всяких на то резонов, и из них 80% – это хронические больные, которые, наверное, не должны их принимать. Поэтому опиоиды, их можно, конечно, применять, но никогда нельзя с них начинать. Нейропатическая боль, там немного все усложняется. Добавляется, я просто прокомментирую последние линии, нарушение социальной адаптации личной и профессиональной жизни, нейрофизиологические изменения, отрицание проблемы, то есть человек говорит, что ему плохо, но он не говорит, что ему больно или он не понимает, что у него есть проблема. Опять-таки работа с пациентом очень важна. И здесь уже алгоритм несколько другой. Первая линия, вы видите, это пригаболин и так далее. То, что находится на горизонтальной линии, эффективность этих препаратов примерно одинакова. Как правило, их назначают на 2, 3, 4 месяца, если они неэффективны, переходят на вторую линию или на вторую линию, переходят сразу, если есть противопоказания или непереносимость. И тут уже появляются опиоиды. Их роль, конечно, очень спорна, но они оказываются достаточно важными. Третья линия, в общем-то, понятна. И вот четвертая линия, вот эти экспериментальные лекарства, которые появились, тот же яд улитки или там мамбаин, которые появятся, в общем-то. В общем-то, я еще хотел заострить внимание, в общем-то, нас как анестезиологов, какие есть трудности для нас, когда к нам приходит пациент именно с уже хронической болью, с наличием хронической болью. В англоязычной литературе в течение последних 5-7 годов появилось вот это вот слово vulnerability, то есть уязвимость к боли. Это сложное понятие, которое включает в себя какие-то не просто факт того, что у человека есть уже хроническая боль, но это и генетические предпосылки, и какие-то особенности психологические и так далее. И просто нужно знать, что эти больные наиболее уязвимы в постанестезиологический послеоперационный период, потому что если интенсивная боль у них хроническая перед операцией, мы знаем точно, что после операции будет просто ужасно, тяжело вылечить, во-первых, нашу боль и, во-вторых, вернуться на тот уровень боли, с которыми они пришли. Поэтому психологическая нестабильность, депрессия, катастрофизация, стресс и тревога, когнитивная дисфункция до операции, это предикторы усиления либо появления новой хронической боли, либо не связанной с операцией, либо же связанной с операцией. То есть хронизация происходит тут же, и на это очень тяжело повлиять, если эти проблемы не попытаться решить до или не попытаться их, собственно, стабилизировать. Но, как правило, источник один и тот же, это та же префронтальная кора и лимбическая система. Что касается каких-то более конкретных шагов, в общем-то, до операции анестезиолог должен понимать, что он не должен пытаться навязать помощь или вылечить этого больного, особенно если есть какой-то болевой синдром, не связанный с первичным местом операции. То есть, допустим, он пришел к вам по поводу, я не знаю, для исправления перегородки носа, у него есть проблемы в руке. Не надо ему предлагать ставить блок, потому что это не ваша задача. Вы можете его направить к специалисту или пригласить к вам, если вы владеете методами, но отдельно. Не нужно решать две разные проблемы с разными задачами во время одной операции. Нужно обязательно выяснить, что пациент сам чувствует, знает и думает о своей боли, и как он вообще видит себя с этой болью после операции. При возможности, если есть коммуникация со специалистами, если им уже занимаются, нужно иметь абсолютно всю историю лечения его основного заболевания, связанного хронической болью. Нужно оценить локализацию интенсивности боли, нужно это обязательно задокументировать. Это то, о чем я говорил в предыдущей лекции, и чтобы больной видел, что вы делаете, чтобы он четко понимал, что и зачем вы делаете. Потому что постучать, например, молоточком или вызвать какие-то аладини, но ничего ему не сказать, он это запомнит, но он не поймет, зачем вы это сделали. Нужно предупредить обязательно о возможности появления новых болей или изменения характера болей. Иногда так бывает, что когда человеку делают спинальную анестезию и вводят опиоиды, у него вообще любая боль проходит, поскольку опиоиды системно работают. И потом, когда начинается восстановление чувствительности, он открывает для себя какие-то совершенно новые характеристики боли, которые его пугают именно в тех местах, где у него уже была боль. То есть может так получаться, что по интенсивности один тип боли, допустим, нейропатический, маскировал нацицептивную боль или наоборот. И для пациента это психологически может быть катастрофой. Поэтому его нужно предупредить, что если у вас появятся какие-то новые ощущения, само по себе это не страшно, но с этим нужно будет разбираться. И если ваш пациент находится на каком-то специфическом лечении, то ни в коем случае нельзя прерывать это лечение. Нужно скорее адаптировать вашу анестезию, чтобы это лечение он принимал до возможного время и после операции. Это шкала ДН-4. Это шкала, которая очень распространена во Франции. И она была сделана специально для анестезиологов и для скрининга. В ней имеется пять различных клинических значимых болевых синдромов. Это спонтанная боль, парастезия, дизостезия, ладиней, гипостезия. Почему именно эти? Потому что это синдромы, которые чувствительны к нашему лечению, которые мы можем предложить. Эта шкала интересна двумя аспектами. Первое, что она может применяться кем угодно. Самим пациентам, медсестрами, врачами любой специальности. И второе, то, что при изменении оценки на один балл больной будет чувствовать разницу улучшения или ухудшения. Ее чувствительность очень высокая. Вы видите чувствительность и специфичность. Порог при изначальной оценке в 4 либо больше баллов свидетельствует о наличии настоящей хронической боли. То есть, если к вам пришел больной с хронической болью, в его анестезиологической карте должен быть ДН-4, не просто оценка, но развернутая шкала, интенсивность боли, измеренная как угодно, например, по визуально-аналоговой шкале и описана локализация. По поводу переоперационной, в общем-то, тактики, естественно, то, что я говорил про префронтальную кору эмоций, оно выходит на первый план. Это может быть седация, это может быть примедикация, какие-то гипнозы и так далее. Но, в общем, стресс должен быть минимизирован, потому что его роль просто недооценивается в большинстве случаев. И тогда будет как в фильме Рэмбо, когда какое-то воспоминание переключило режим функционирования, превратило в боевую машину. Нужно по возможности использовать кетамин и альфа-агонисты и, возможно, внутривенный лидокаин. Эти препараты позволяют как минимум улучшить краткосрочное состояние пациента на два, на три дня. Но это как раз тот период госпитализации, где это важно, чтобы больной не проснулся после анестезии или на завтрашний день сказал, лучше бы я к вам не приходил. Нужно осторожно с региональной анестезией. Это всегда нужно делать, крайне желательно, крайне заманчиво, но делать очень осторожно и думать. Потому что, например, если у вас разлитая зона аладинии и вы будете делать в этой зоне локорегиональную анестезию, вы можете получить новую проблему и будет очень трудно дифференцировать. То есть вы повредили какой-то нерв или это же усиление болей. Поэтому принцип как можно более дальше, либо центральные блокады. Стратегия безопиоидной анестезии тоже может применяться. Она может с успехом применяться у больных, которые уже на опиоидах находятся, либо у других. Почему? Потому что в этой стратегии, о которой сейчас много все говорят, там есть все те препараты, которые нам интересны. Это и кетамины, и алифагонисты, и те же региональные блоки и так далее. Но нет никаких стандартов и никакой доказательной базы. А разговор с хирургами очень важен. Нужно ему объяснять, что быстрая операция, анатомические разрезы не нужно оставлять интернов зашивать рану, потому что каждая минута вы просто удлиняете экспозицию на агрессию, и это совершенно не нужно. И если можно, все эти операции должны проводиться в профильных центрах, где есть компетенции быстро делать эти операции и своевременно определять осложнения какие-то, которые, возможно, появятся. В послеоперационный период фаст-трак, не нужно, чтобы эти больные находились долго, это не противопоказание для быстрой реабилитации, не должно ни в коем случае быть никакого специального отношения, то есть не нужно им сожалеть, сочувствовать, ходить по головке гладить, но в то же время не нужно к ним относиться как к каким-то психопатам, просто нужно к ним относиться как к другим и так внешне вроде как игнорировать наличие вот этих вот болей, но помнить об этом постоянно. Пациент должен иметь постоянный доступ к своим таблеткам. Если он приходит к вам с таблетницей или мешком лекарств, он должен иметь этот мешок, потому что для него это очень важно, это физический контакт с тем, что он считает своей панацеей. Если человек находится на морфине, вы должны посчитать, и он не может его перорально принимать, любая форма морфина, вы должны посчитать эквивалент морфина, и он должен этот морфин получать. Это для него базовое состояние, абсолютно нормальное, не нужно пытаться отлучить его от этого морфина. Продлённая региональная анестезия, она всегда приветствуется, если вы можете это делать, делайте всегда, но, как я сказал, далеко от очага. Реабилитологи и психологи, неврологи всегда должны быть, в общем-то, доступны, и их лучше даже предупреждать, что ко мне завтра придёт на операцию такой пациент, у меня, возможно, будут проблемы, просто если я не буду справляться, ты, пожалуйста, подойди, помоги, как правило, вопросов не возникает. Даже если он вам, если он пациенту не поможет, он вам поможет. Просто если ваш пациент увидит, что вы нервничаете, потому что не знаете, что происходит, он тоже начнёт нервничать. Ну и не забывать от ятрогении, потому что если, допустим, у человека какие-то боли есть, это не значит, что это его боль, в общем-то, вернулась или новая появилась. Может, у вас просто осложнение банальное, хирургическое, или вы повредили что-то вы. Выводы. В общем, хроническая боль – это отдельная нозология, нужно иметь специальное знание, чтобы её заниматься. наилучшие результаты, когда комбинируем различные методики, и различные специалисты участвуют, и есть один мозговой центр, который координирует, чтобы не было, в общем-то, каких-то изобретений. Выбор начального лечения основан на диагностике типа боли, потому что это совершенно два разных подхода, как вы по алгоритмам видели, ну и теологии совершенно понятно. Для большинства пациентов лечение антидепрессантами и габапентином или габалином оно, в общем-то, даёт хороший результат. Поэтому практически во всех гайдлайнах это первые линии лечения, и оно достаточно безопасное. При ноцицептивной хронической боли, я повторюсь, что опиоиды не должны являться первым выбором. Анестезиолог должен уметь выявлять, квалифицировать и оценивать хроническую боль у пациента. Анестезиолог может и должен уметь применять знания регионарной анестезии, чтобы помогать этому пациенту, и он может являться координатором, в общем-то, различных специалистов. Однако, ну, нужно понимать, в общем-то, чем мы занимаемся. Пациент с хронической болью не должен прерывать получаемые раньше препараты, и его декомпенсация может говорить всего лишь о том, что есть осложнения, которые связаны именно с хирургией или с анестезиологией. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Спасибо. Я ждал этого вопроса. Значит, студенты имеют 20-часовый курс по боли, там даются понятия нацепции, хронической боли и так далее, но это эквивалент нашего третьего курса. Интерны любой специальности имеют 6 часов по боли вообще, интерны анестезиологи имеют 20 часов по боли, но это не специфично. Есть такая книга, называется «Протоколы Мопар». Это книга, которая, собственно, представляет из собой очень сжатые, короткие протоколы, в общем, конспект лекций своего рода. В ней, по-моему, там 8 или 9 страниц мелким шрифтом, в общем-то, основные понятия. Потому что рефлекс, который вырабатывается, «Не лезь, зови специалиста». ДН-4, ну и примерно то, что я говорил. Есть специальный курс, называется «Капасит Эдулер». Он длится 2 года. Это сертифицированный курс, в котором первый год – это достаточно серьезные академические знания, и второй год – это практические знания с 150-ю часами практического участия в центрах боли. Это консультация, участие в диагностике новых или лечении каких-то уже выявленных случаев и стажировка в нейрохирургических центрах, в которых проводят вот эти вот вещи. И обязательно минимум 2 консилиума, которые связаны с необратимыми деструкциями.